не то чтобы зачитаю следующий вопрос а просто обращусь к нему обратите внимание что этот следующий вопрос довольно длинный он касается и все собственно для тех кто не знает наверняка все вы знаете это все но бог с ним я повторю просто UFC это некая федерация которая пропагандирует ММА продвигает ММА и для того чтобы ответить на этот вопрос надо немножечко окунуться чуть-чуть кратенько в историю собственно UFC UFC кто знает в общем была выкуплена владельцами одного из штатовских казино значит была выкуплена эта федерация из 2000-х годов собственно с начала 2000-х годов она очень активно и довольно агрессивно продвигается в средствах массовой информации в первую очередь почему потому что еще раз приобрели ее владельцы казино которые хорошо понимают что деньги должны делать деньги поэтому продвигают любыми средствами скандальными средствами эфирами какими-то большими призами какими-то и так далее да собирая на этом больше деньги ребят еще раз напомню к боевым практикам буквально это отношение не имеет это имеет отношение к деньгам к обычным деньгам это шоу для тех кто любит вот подобного рода шоу и не надо ребят потом писать в комментариях что да эти шоумены уваляют кого угодно ушатают или как там пишут а вот эти вот ребята которые сами далеки вообще от всех практик боевых ребят нет обсуждается у кого есть сомнения о том что некий баскетболист или волейболист не там не влепят в какую-то серьезную достаточно оплеуку человеку который там ниже него там не знаю на несколько голов и не знаю там весит меньше и так далее но вы же понимаете что человек который занимается греблей тоже может драться человек который занимается не знаю чем там легкой атлетикой тоже может драться и тоже он гораздо в лучшей кондиции физической чем человек который вообще ничем не занимается пьет и курит Это тоже понятно все. И не этот вопрос вообще обсуждается. А вопрос обсуждается, насколько к боевым практикам ближе UFC, MMA, например, чем какие-то другие подобные спортивные практики. Ну и ответ заключается в самом вопросе. Да ничем. Это такая же спортивная практика, как и все остальные. И в этом смысле вот здесь вопрос был задан. Например, мастер боевых искусств каких-то, может ли он соперничать с чемпионом ММА, например, с какими-то и так далее. Ребята, помните, мы обозначили этот вопрос как предположительный. Еще раз, мы можем просто предполагать, мы берем некоего, какого-то победителя в ММА. Например, кого-то из семьи Грейси, например, мы берем. Почему я к семье Грейси обращаюсь? Потому что это люди, которые регулярно получали хорошее, достаточно денежное вознаграждение за свои победы в ММА. Это профессионалы именно в том смысле, что они зарабатывают деньги этой профессии. Так вот, если мы берем кого-то, например, из семьи Грейси, кого-то, теоретически просто предполагаем, и ставим его рядом с мастером, например, Фанзитфан, или с мастером, не знаю, Лан Пай, и так далее. И опять мы предполагаем, что это некий какой-то мастер, который что-то, какими-то достоинствами молодая. То теперь мы можем построить целую фантазийную серию этих боев. Ребят, толку от этого крайне мало. Вопрос так не решается. Вы помните, я не зря вспомнил в анонсе к этому стриму, я не напрасно вспомнил один из сериалов штатовских, довольно веселых, где, например, один, не один, вернее, а несколько человек делают ставки. Не делают ставки, а предполагают, что будет, если между собой столкнуть тигра и акулу. Это же бред, да? Вы же понимаете, что это просто некое предположение. На каких основаниях? В воде это будет, понятно, кто победит, наверное. На суше тоже понятно, кто победит. Вы понимаете, да? От разных каких-то условий, очень важных, зависит и исход. Здесь примерно такая же ситуация, только в качестве условий, если мы возьмем не спортивные правила, не правила, по которым сражаются в ММА, да? Не экипировку ММАшную, вот этого, да? Перчатшину, не еще что-то, а возьмем реальную ситуацию, ну, наверное, это будет довольно сложно все-таки уже для ММАшников, да? В то время как для бойца боевых искусств это, наверное, уже не сложно, потому что, ну, в настоящих боевых искусствах не работают ни в перчатках, ни в экипировках, нет правил там и так далее, да? Наверное, в этом смысле будет сложнее все-таки ММАшников, как мне кажется, просто чисто логически, если мы предполагаем нечто, да? Мне кажется, так. Так, Эдуард пишет. Есть видео, в котором два бойца ММА отхватывают по полной толпой в гопниках. В ММА спортивный подход к бою, а не уличный. Ну, да, 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 совершенно верно. Я, кстати, видел тоже это видео. Да. Здесь тоже, по-моему, все более или менее ясно. Если хотите высказываться на эту тему, выскажитесь. И здесь же у нас немножечко ниже есть вопрос, тоже относящийся примерно к этой же теме. Сейчас попробую найти, по-моему, вот этот вопрос. Может ли мастер боевого искусства противостоять чемпиону UFC или топ-10 этой организации? Ну и так далее, да? То есть, в принципе, мы обсудили практически два вопроса сейчас, да? Еще раз, кстати, напомню, что федерация UFC первоначально, насколько я помню, имела несколько другое направление. Там же в первоначале-то выяснялось, какое из боевых искусств лучше, да? И там был полный контакт, и там не было экипировки, насколько я помню, если только я не путаю ни с чем, и так далее. То есть, с момента покупки этой федерации, да, произошел целый ряд изменений. Это тоже понятно. И это уже не тот UFC, не тот, условно говоря, ММА, с которого это все стартовало. А между тем, кстати, я еще раз напомню, мы уже говорили об этом. Ребят, в сети, если вы найдете вот эти вот первые бои, первые бои открытых чемпионатов разных, не обязательно UFC, проводились разные чемпионаты, в том числе открытые чемпионаты каратэ. По-моему, в Штатах они где-то проводились, если я не ошибаюсь. Ребят, посмотрите, эти соревнования, это совершенно другое. Ребят, это не спорт вообще. При этом, знаете, вот напомню опять пословицу, вот этот ворон ворону глаз не выплюет, да? При этом хочу сказать, что травмы там, ну там были травмы, но они были не такого уж прям характера какого-то. Ребята друг друга берегли. На самом деле на спаррингах, в боевых искусствах вы учитесь соображать, вы учитесь понимать, насколько вы можете прожестить или не прожестить, да? И я это считаю еще одним плюсом боевым искусствам, потому что боевые искусства учат вас не только более эффективно, просто, как это сказать, чувствовать себя в боевой ситуации какой-то, да? Ну и правильно соображать. Еще раз, не на уровне каких-то рефлексов заученных, двойкой и пинок ногой, например, да? А на уровне соображений, когда вы можете дозировать свои действия, заранее продумывать свои действия, в течение очень короткого времени их продумывать, смотреть на несколько шагов вперед и так далее. Все-таки, ну опять, это не в качестве рекламы боевым искусствам, это мой взгляд на вещи.